И для чего, для чего нужны долгие красивые ухаживания? Давайте от секса немного отойдем, хотя вернемся, если надо. У нас еще завтра. Для чего нужны долгие, чтобы узнать, что за человек, подходит ли человек для семейной жизни. Это очень важно, очень важно. Потому что человек может быть хороший, но он может для семейной жизни вам не подходить. У вас может быть эмоциональная несовместимость, у вас может быть сексуальная несовместимость, у вас может быть интеллектуальная несовместимость, самая очевидная, согласитесь. Ну прикинь, на вопрос, какой у тебя IQ, он спрашивает, что такое IQ. Понимаете? Такое тоже может быть. Культурная несовместимость и так далее, так далее. Масса всего может случиться. Ну а мы сейчас и говорим о здоровых каких-то людях. А люди еще могут быть нездоровые. Нездоровые башкой. Потому что если вдруг вам человек подошел с пиписькой, с деньгами и с уровнем образования, а он вам не подходит, потому что он асоциален. У него есть асоциальные какие-то расстройства. Вы знаете, какое количество людей асоциальное? Много, 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 много. Какой-то процент. Мы не говорим о психопатах. Психопатов около 1%. Социопаты и психопаты где-то 1% оселения. Но у вас тут 200 человек, чисто статистически, ну если отбросить, что здесь сливки города, то чисто статистически среди вас один социопат и один психопат. Чисто статистически. Потому что 1% людей таких. И скорее всего, этот социопат или психопат, скорее всего, будет кем? Мужчиной. Дело в том, что сильные психологические отклонения, вот прямо психопат, социопат, это очень сильная проблема. У мужчин встречается чаще. То есть, мужчин психов, ну таких асоциальных их меньше, но отклонения сильные чаще. Ну вот смотрите. Существует, давайте поговорим об этом, существует несколько видов токсичных людей. Это нарушители границ. Токсичный человек? Токсичный. Жаждущий внимания? Токсичный. Эмоциональный вампир? Токсичный. Нарцисс? Токсичный. Социопат? Токсичный. Психопат? Токсичный. Это 6 видов токсичных людей. Что значит токсичный? Почему мы употребляем такое слово? Общение с ними что? Не, ну неприятно. Оно отравляет. Вредно. Вредно, да. То есть тебе... Почему человек, жаждущий внимания, токсичный? Мы поговорим об этом. Потому что он некомфортно. Тебе от этого некомфортно. Потому что он перетягивает на себя. Да, он же хочет быть, он же хочет это внимание получить. Он хочет от тебя получить больше, чем можешь ты дать. Тогда это становится токсичным. Но также эти люди делятся на две категории. Бывают злокачественные токсичные персонажи и доброкачественные токсичные персонажи. То есть первые три, они доброкачественные, а вторые три злокачественные. Мы сейчас будем с вами говорить... Ну давайте. Ну тут же все не сложно. Нарушитель границ. Кто это? Как люди нарушают границы? Задают неловкие вопросы. Чуть громче. Просто тактильно нарушает границы. Ну допустим трогает тебя за ягодицу. Тебе это не нравится. Хотя для него это показатель любви. Он согласен, да. Тактильно как-то. Или расстояние нарушает. Он ближе приближается. Ну да, лезет с какими-то наставлениями, с критикой и тому подобное. Ненужные советы. Дает ненужные советы. Личные предметы может трогать. Личные территорию может залазить на твою территорию. Без спроса. Пользуется чем-то. Ну и так далее, так далее. То есть нарушитель границ. Начнем с того, что все токсичные люди, они все нарушители границ. Все. Ну просто вот нарушитель границ, он просто нарушитель границ. Он может нарушать границы, но он может даже и не требовать особого внимания к себе. А следующий этап, он нарушитель границ, но он еще и жаждет внимания. А следующий, он еще эмоциональный вампир. Эмоциональный вампир, он всегда жаждет внимания, он всегда нарушитель границ. А нарцисс, он еще и самолюбованием занимается потрясающе. При этом, естественно, он жаждет внимания, при этом он вынужден нарушать границы, быть эмоциональным вампиром. А социопат, ну то есть каждый следующий, он вмещает в себя в большинстве своем, что? Все предыдущие, да. И, естественно, они усиливаются. В какой-то момент это становится токсичным до такой степени, что это, мы называем психологи, злокачественным. Ну, по аналогии со злокачественной опухолью. Злокачественную опухоль, с ней жить нельзя. С нее вылечить не получится. Ее нужно что? Удалять. Конечно. Это тоже показатель, потому что мы с первыми тремя токсичными людьми можно выстроить отношения. Со вторыми тремя токсичными видами людей отношения выстроить нельзя. И поэтому технология взаимоотношений с первыми, с доброкачественными и злокачественными очень сильно отличается. Очень сильно отличается. Давайте дальше. Жаждущие внимания. Что это происходит? Как человек жаждет внимания? Мы все жажжем внимания? Много о себе говорим. А почему вам от этого плохо? Не умеет слушать. Не умеет слушать. Перебивает. То есть он хочет забрать себе больше, чем дать себе. Да, вот правильно. Потому что мы все жажжем внимания. Но когда он жажжет внимания больше, чем он готов его что? Дать. Дать. Возникает дискомфорт. Логично? Даже еще не слышу. Что? Не слышу? Ты должна хотеть внимания, как у меня. Сонышка, я же не сказал, что нет. Но чтобы получать что-то, ты должна что-то отдавать. И если то, что ты получаешь, колоссально меньше, чем ты отдаешь, у тебя возникает дискомфорт. Если то внимание, которое оказывает тебе на порядок ниже, чем то внимание, которое ожидается к себе, ты начнешь расстраиваться. Да. Поэтому твой муж, естественно, твой муж, естественно, жажжет какого-то внимания, и ты жажжешь внимания. И если вы обмениваетесь этим в равных пропорциях, то это гармония. Добрый вечер. Все знают этот анекдот? Рассказывать не буду. Все, кто не знает анекдот, к Александру он в антракте вам расскажет анекдот. Хороший. Ну, это такая пасхалочка. Я больше ему не рассказываю, но великолепно у него получается. Да. Кто такие эмоциональные вампиры? Которые негатив сливают и подкрепляются. Они не сливают негатив. Они питаются твоими эмоциями. Они провоцируют тебя на какие-то эмоции. Не важно, какие эмоции им надо... Мы должны понимать, что... Кто это? Ну, допустим, люди, которые эмоциональные вампиры. Это мужчины или женщины? Без разницы. Без разницы. Конечно. Это могут быть и мужчины, и женщины. То есть, мужчина или женщина своему партнеру, да, он ставит его в такую ситуацию. Может вывести его из себя, там, ну, еще что-то. Для того, чтобы он начал, что? Искрить, эмоционировать, да, как-то что-то, кривить из себя, да. И он в этот момент успокаивается, ему легче, он подпитался этой историей, да. Такое тоже происходит. Причем эмоциональный вампир, в принципе, это не злокачественный персонаж. Не злокачественный. В принципе, вы сейчас, вы можете весь, наверное, семинар прослушать. Я сейчас не готов весь его прочитать. Я такими вешечками вам накидаю, чтобы вы знали, о чем речь. То есть, эмоциональный вампир, человек, мы должны еще учесть, что важная составляющая всех этих качеств, да, этих персонажей, это эмпатия. Все понимают значение слова эмпатия. Это способность супереживать, ну, человеку. И чем, ну, что такое токсичный человек? У токсичного человека эмпатия всегда меньше, чем у его партнера. Обычно люди, которые вляпываются в такие отношения, это сверхчувствительные люди, у которых очень большая эмпатия. И они таким образом, сверхчувствительные люди, привлекают к себе человека, у которого этой эмпатии что? Не хватает, да. Не хватает. Таким образом они как-то уравновешиваются. А как вы сказали, лекция называется об этом? Да что-то про токсичные отношения. Уж простите, я, ну, забываю многие названия своих же лекций. Как образом защитить себя от... Хороший вопрос. И на который ты немедленно получишь исчерпывающий ответ. Я этим занимаюсь. Сейчас спрошу, что она хочет. И мы, конечно же, к этому вернемся. Даже не волнуйся. Слушаем. Естественно. Но не ж дети. Есть хорошее такое выражение. Если психологические проблемы у детей, лечить нужно родителей. Конечно. Конечно. Да, пожалуйста. Еще такой вопрос. Цель эмоционального формира вывести эмоции? Получить эмоцию, да. Или при помощи этого добиться каких-то своих целей? Нет, его потребность это переживать эмоции. Ну, вот допустим, допустим. А может ли... Мы сейчас поговорим еще об одной интересной. Можно ли этих людей социализировать? Да, они же с первых трёх. Я вам открою страшный секрет. Социализировать можно всех. Даже психопатов. Другое дело, сможете ли вы это сделать? И зачем это надо? Чаще всего, чаще всего, социализировать злокачественных персонажей может только очень большая сила. Ну, в лице государства, каких-то органов и тому подобное. Мы об этом чуть позже поговорим. Ну, допустим, можно ли сказать, что я эмоциональный вампир? Ну, теоретически, да. Я питаюсь эмоциями вашими. То есть, я вызываю ваши эмоции и питаюсь. Но фишечка в том, что чаще всего вы не испытываете от этого дискомфорт. Да, конечно, да. Ну, во-первых, это разделено на... Ну, я на 200 человек разделил. И накидал туда ещё массу приятностей. Я, можно сказать, что я жажду внимания. Я ж хочу внимания, но любой певец, любой актёр, любой публичный человек, он жажжет внимания. Но если он это делает кошерно, люди счастливы, они сами подписываются. Но если у человека не получается каким-то нормальным путём это получить, он начинает это делать контрабандно. Ну, то есть он... Ну, никто не хочет к нему подписаться. Никто не хочет ходить на его концерты. Никто не хочет ходить на его лекции. Никто не хочет его слушать. И он ищет того, кто Вынужден это делать А вынужден делать кто? Тот, кто зависит Вот вы же от меня не зависите Вы можете встать и уйти А вы можете вообще не приходить Но если бы ты от меня зависела Жила на мои деньги И тому подобное То ты вынуждена была слушать мои концерты Каждый день Понимаете о чем речь? Поэтому Нарциссы Они опасны Поскольку у них эмпатия еще ниже Еще ниже Они не могут заботиться ни о ком другом Кроме себя У них есть эмпатия к себе Может быть кому-то Людям, которые они выгодны им И тому подобное Но не ко всем И допустим Социопаты Это отдельная вообще такая история Это Это Люди, у которых эмпатии нету В принципе В принципе Социопаты и психопаты Очень похожи Очень похожи Есть несколько отличий Социопат отличается от психопата тем Что он может быть Экспрессивен Эмоционален И тому подобное Его можно вывести из себя Он может в аффекте что-то сделать Это Ну Это социопат У психопата Он не такой Он хладнокровный Он Ну и так далее А социопат Я думала Это который людей Не любит Нет Дело не в этом Это социофоб А социопат Это тот Кто Это Можно назвать так Это Это люди С антисоциальным Расстройством Личности То есть Они Не могут В В В Обществе С другими людьми Коннектиться У них с этим Проблема И как правило Социопатов Их Это какая-то Серьезная Ну Большая проблема В детстве Либо Какое-то насилие Либо Ну Какое-то долгое Токсичное влияние Либо Какой-то адский пример И тому подобное То есть Он Такой ребенок Воспитывался В какой-то Очень Неблагоприятной Обстановке И у него Психологическое Отклонение Случилось Он так себе Это зафиксировал А он опасен И он Конечно Конечно Он опасен Для общества Но мы сейчас Не говорим Об обществе Тебе ж наплевать На общество Мы говорим О тебе Для тебя Он Не просто Опасен Он часто Смертельно Опасен Поэтому Важно Таких персонажей Вычислять Еще на стадии Ухаживания Это очень умные люди Психопаты И социопаты Они очень Талантливые Они Обладают Они целеустремленные Они не эмоциональные Они Ну такие Многоходовочки Могут выстраивать И тому подобное И При этом Они патологические Лжецы Лгут Великолепно Заслушайся Внешне Привлекательные Обаятельные При этом Сексуально Распущенные Это очень Показатель Любят И умеют Вести Двойную Жизнь Получают Удовольствие От издевательств И причинения Боли То есть Им нравится Когда человек Страдает Они Хитрые При этом Они Беспринципные Ну При этом Они Аферисты А Показатель Очень Высокого Мнения О себе Очень Высокого То есть Они Людей Не Воспринимают Как Людей Социопаты И психопаты Воспринимают Людей Как Вещи Как Окружение Вещи Не могут Испытывать Никаких Эмоций То есть Переживать За чувство Дивана Нет Никакого Смысла Часто Ведут Паразитический Образ жизни Скрывают Свой Истинный Обрик Они Великолепные Очень Часто Агрессивные Манипуляторы И Естественно Они Постоянно Требуют Эмоциональной Какой-то Стимуляции И В лапах Таким Людям Обычно Попадают Кто Люди Свежчувствительные Да Ну допустим Что значит Свежчувствительный Персонаж Он так сильно Переживает За других Он всегда Ищет Какое-то Объяснение У него Просто Детство Тяжелое Было У него Был Неудачный Брак У него Были Трагедии В жизни Да Он просто Непонятый Да Да Он на самом деле Очень хороший Человек Очень хороший Человек Да Немножко Пьет Но руки Золотые Золотые И там Всегда Ищет Это люди Которые Очень Эмпатичны Они Перекладывают Свою Эмпатию На других На тех У кого Эмпатии Даже Нет Отличие Отличие Социопата От психопата В том Что С психопатами Психопатами Ими не становятся Ими Рождаются И Чтобы стать Психопатом Абсолютно Не важно В какой Ты семье Родился У тебя Может быть Идеальная Семья С великолепным Примером И так Далее Откуда взялось Он таким Родился Это Генетическая История Ну так Говорят Ученые Если Более Тонкие Вещи Это Кармическая История Он В этой Семье Хороший Родился Тоже Не просто Так А возможно Пришел Чтоб Их Разрушить Такое Тоже Бывает Такое Тоже Бывает Мы Всегда Достойны Тех Мы Достойны Своих Детей Своих Родителей И тому Подобное Но Это Уже Более Тонкие Вещи Не хочу В них Погружаться Не хочу В них Погружаться Вылечить Психопата Нельзя Психопат Никогда Не пойдет Лечиться И социопат Никогда Не пойдет Лечиться Потому Что Он Не больной Люди Идут Лечиться Когда Они Что Страдают Зафиксируйте Ни психопаты Ни социопаты Даже Нарциссы Они Не Страдают Они Наслаждаются Эти Они Просто Такие Их Даже Специалисты Не могут Что Они Не обращаются Нельзя Вылечить Человека Который Не хочет И мы Очень быстро Пришли К Определению Что Делать Серьезный Вопрос Что Делать Если Вы Сталкиваетесь С Доброкачественным Персонажем То Здесь Работает Технология То есть Это Первые Три Персонажа Это Жажущие Внимание Это Кто Нарушающие Границы И Эмоциональные Вампиры Нарцисс Это Уже Злокачественный Токсичный Персонаж И вот Когда Вы Сталкиваетесь С Доброкачественным Персонажем Вы Сможете С ним Выстроить Отношения Если Вы Умеете Первое Выстраивать Границы Второе Защищать Эти Границы Мало Выстраивать Границы Их Еще Нужно Защищать Охранять И третье Наказывать За Нарушение Границ Если У вас Есть Граница Ну Берем Просто Границу Страны Если Граница Есть Она Не Защищается Через Берем Лезут Все Кому Не Лень Если Вы Защищаете Границу Ловите И Назад Их Выбрасываете То Они Что Лезут Опять Потому Что Безнаказанность Рождает Беззаконие Граница На замке Когда За нарушение Границ Вас Что Очень Серьезно Наказывают Чтобы Неповадно Было Поэтому Если Вы Не Допускаете Такое Отношение К себе И При этом Человека Загоняете В дискомфорт Который С вами Так Поступает Он Скорее Всего Изменится Он Либо Отвалится Либо Будет Это Делать С Кем То Другим Не С вами Потому Что В этом Мире С Человеком Происходит Только То Что Он Заслужил То Допустил Как Разрешаете С собой Общаться Так С вами И Общаются Никто Вас Не Будет Любить Ценить Уважать Сильнее Делаете Сами Так Вот С Токсичными Злокачественными Персонажами Это Вообще Не Работает Никакие Границы Там Это Все Не Работает Вы Можете Только Что Сделать Убежать И Чем Токсичнее И Злокачественный Персонаж Тем Быстрее Надо Бежать И Тем Дальше Надо Бежать А Если Прямо Сейчас Невозможно Убежать По Каким То Причинам Дистанцироваться И Убежать Дистанцироваться Это Наказание За Недостойное Поведение Токсичного Но Не Злокачественного Персонажа Если Вы Психопатом Начнете Играть Такие Штучки У Психопата Нет Эмпатии У Социопата У них Нет Страха У них Нет Чувства Вины Вот В чем Дело Психопата Нет Возможности Пугать Нет Смысла Пугать Потому Что У него Нет Страха Вы Не И И Почему Нельзя Пугать Социопата И Социопат Психопата Потому Что Он Не Боится Потому Что Он Несерьезно Будет Относиться К Вашим Угрозам Знаете Почему Ну Пофиг И Когда Вы Пугаете Социопата И Психопата Он Может Среагировать Двумя Способами Первое Отнестись К Вашей Угрозе Несерьезно А Знаете Что Значит Отнестись К Вашей Угрозе Несерьезно Вы Можете Его Обидеть Этим И Он Вас Накажет За То Что Вы Ему Угрожаете Потому Потому Вы Несерьезная Несерьезная Чеш Угрожает Серьезному Человеку Он Вас Накажет А Если Не Дай Бог Он Серьезно Отнесется К Вашей Угрозе Он Вас Как Угрозу Ликвидирует Просто Не Испытая Никаких Эмоциональных Историй Абсолютно Поэтому Скажу Вам По секрету Долгие Красивые Ухаживания В подавляющем Большинстве Случаев Позволяют Что Сделать Все Это Увидеть Потому Что Тратить Целый Год На То Что Что То Доказывать Нет Никакого Смысла Потому Что Есть Масса Более Сговорчивых Куриц А у нас вопрос Конечно У меня такой вопрос Стоит ли женщине Обращать внимание И узнавать О том Сколько Времени назад Произошел Ухажера На совет С другой Женщиной Почему Для того Чтобы Случайно Не стать Пластырем А ты думаешь Он скажет тебе Не знаю Но если он скажет Он скажет Свою версию В которой Он абсолютно Ничем не виноват А ты не спи с ним Это понятно Ну еще и не станешь Когда женщина Стает пластырем Когда у мужчины Серьезные Рухнули какие-то отношения Да У него эмоциональный Какой-то стресс Ему нужен пластырь А что значит пластырь Мужчине в такой ситуации Нужно две вещи Ему нужно Что Ему нужен Секс И Жалость То есть Ты должна с ним спать И его жалеть Еще раз Ему нужен Секс И Твоя жалость Если ты С ним не спишь Он найдет Того Кто с ним будет спать И его жалеть Какая Сука Ну У него жена Бывшая Как она отобрала Детей Как она не поняла И тому подобное Вообще Перестаньте Жалеть мужиков Их не надо Жалеть Поэтому Не жалей Мужчину И не спи с ним И лейкопластыры Не будет Он не сможет Год за тобой Ухаживать Чтобы прилепить Тебя Как лейкопласты Ему нужно Сегодня Ты уже сегодня Должна Что делать Переживать Восхищаться Цедить Гордиться Любить Жалеть Ну Понимать И сосать И вот Это вот Самая лучшая История Услышала Да Что все таки делать Как вы стоите Из злокачественной категории Если бежать Сразу не получается Подготовить Побег из курятника И бежать И начать Конечно Сообщать о том Что ты собралась Бежать От Злокачественного Персонажа Он Сделает так Чтобы вы не могли Насчет вам мешать Создавать атмосферу Глупые бабы Которые пугают Злокачественных Мужчин Это может быть И наоборот Ну давайте Публика Больше женская Мы все равно Когда я говорю Психопат Агрессор Нарцисс Да Абьюзер У всех в головах Почему-то мужчина Хотя Мы все понимаем Что Женщина-абьюзер Это 50 на 50 Да Когда мы говорим Психопат Социопат Чаще всего Это мужчина Но Какие-то Эмоциональные Насильники И тому подобное Это бабы Блин 100% То есть Мужчина может Больше проявить Физическое насилие А женщина Эмоциональная Потому что Она физически Слабее А уж Как женщина Может выносить Мозг Мы все Это чудесно знаем Вижу по глазам Вы в курсе Зеркало У всех Есть